Печально известная авиакомпания Меледжа Эйрлайнс объявила о техническом банкротстве. В минувшем году перевозчик пережил две крупные авиакатастрофы. Давайте вспомним. 8 марта исчез самолет, который следовал из Пекина в Куала-Лумпур. Предположительно, воздушное судно упало в море. Ни лайнер, ни пропавшие пассажиры найдены так и не были. А уже 17 июля над Украиной был сбит самолет, следовавший из Амстердама. Тогда погибли 298 человек. С тех пор малайзийская национальная авиакомпания так и не смогла правиться от финансовых ударов, не говоря уже об испорченной репутации. Чтобы хоть как-то справиться с ситуацией, компания объявила о преобразовании в новую структуру. Начиная с 2008 года, Меледжа Эйрлайнс неизменно несла убытки, несмотря на миллиарды долларов, которые выделяло правительство в качестве поддержки. В августе прошлого года государственные владельцы, наконец, приватизировали компанию. В ближайшие три года новое руководство планирует привести бизнес к положительному балансу. Компания является техническим банкротом, хотя снижение показателей началось задолго до трагических событий 2014 года. Авиабизнес, к сожалению, не из легких. За прошедшие шесть месяцев мы наблюдали нестабильность рингита по отношению к доллару. Негативную роль сыграли и колебания в ценах на топливо за весь прошлый год. Теперь в компании появятся три направления. Непосредственно пассажирские и грузовые перевозки, обеспечение наземного обслуживания, в том числе ремонта, а также подготовка летного состава, инженеров и диспетчеров. Самую значимую экономию даст масштабное сокращение персонала. Авиаперевозчик планирует уволить 6 тысяч человек. Еще 14 тысяч сотрудников будут переведены на новые позиции. Конечно, это довольно жесткие меры, но они очень эффективно скажутся на нашем текущем положении. Наша новая стратегия так или иначе даст нам шанс выйти в плюс уже в 2018 году. Рассказывая о стратегии развития, новый глава предприятия подчеркнул, что Malaysia Airlines по-прежнему остается полноценным международным перевозчиком, а также сохраняет маршруты по всем направлениям внутри страны. В следующем году он обещает кардинальную трансформацию компании, которая приведет к устойчивому функционированию. Что ж, остается верить ему на слово, ведь в его послужном списке успешная реструктуризация ирландской Aer Lingus и усовершенствование Люфтганза.